Съемочная группа, прожившая тогда в тундре почти месяц, скрупулезно зафиксировала незатейливое житье Нганасан. С покон веков главным занятием, источником пищи, у них была охота на дикого оленя и ловли рыбы. Но оленя в тундре, констатировали авторы, тогда стало меньше, а вот рыбы хватало. Это сагудай. Очень популярное здесь блюдо. Его рецепт несложный. Пойманную рыбу надо есть, пока она еще жива, бьется в руках и вкусно пахнет рекой. Согласно переписи 2010 года, в России на тот момент жило всего 860 ганасан. Да и в мире-то их не больше тысячи. Потомки большого, древнейшего, на таймере народу донесли до наших дней отголоски культуры поистине замечательной, которая была создана охотниками и рыбаками. Тут и мудрые мифы, и полный поэзии имена, которые дают они своим детям, озерам и каждой реке. И удивительно красивые одежды. Когда умирает человек, мы уже приодеваем на похоронные одежды. Вот она, похоронная одежда, о которой говорит Дальсимяку. Погребальная парка. Ее надевают лишь в трех случаях жизни. В ней танцуют на собственной свадьбе, танцуют на праздники весны. В ней ганасаны покидают этот мир, чтобы там, в нижнем, в жилище мертвых, танцевать свой последний вечный танец. По большому счету, весь фильм рассказывает о религии ганасан-шаманизме, о главных героях, с которыми вас еще познакомим, Дальсимяку Костеркин. Его называли последним шаманом Таймыра, и он потомок известного шаманского рода Нгамтуса, что в переводе означает «костер». Этот маленький народ сохранил обычаи для нас поразительные. В тундре, далеко от поселка, туда добраться только на лодках, стоит среди болот одинокая чун. Это Маталер, Наганасанское погребение. Сквозь жерди можно увидеть чуй, спальный мешок, в котором 12 лет покоится шаман Демлеме Костеркин, отец Дальсимяку. Покойника кладут ногами только на север, а рядом все на дорогу. Одежда, немного хлеба, мяса, рыба, всего по кусочку. Если в нартах кухонная утварь, кастрюли, миски, чашки, то значит в погребальном чуме женщина. Тут мать Дальсимяку. Через неделю после похорон чум был сломан, и тело покойной матери утащил медведь, которых здесь много. Но, согласно местному поверию, это счастье, потому что душа обрела покой. А вообще, Наганасаны кладбище посещают редко, стараясь обходить стороной, ведь там живут духи многих болезней. По закону, к предкам прийти можно трижды в годовщины, а спустя три года уже ходить вообще не стоит. Душа покойного исчезла, и живых печаль больше не тревожит. Дальсимяку с женой тогда нарушили это правило, поддавшись на уговоры съемочной группы. Впрочем, они поведали много откровений, показали много того, чего не снимали раньше кинокамеры. Об этом через неделю. Проект создан при поддержке Енисей Кино.